До референдума осталось чуть более двух недель, но билбордов, либо агитационных палаток на улицах Амстердама вы не увидите. Сторонники и противники Ассоциации Украина и ЕС агитируют виртуально в интернете. Права человека, демократия, верховенство закона. Как это работает в украинских условиях и как в Европе. Арьен Берквенс вместе со своим фондом пытаются объяснить через комиксы. Они уже собрали многотысячные просмотры в социальных сетях. Многие жители Нидерландов против вступления Украины в ЕС, говорит Арьен, и это используют в своих целях противники Ассоциации. Мы пытаемся помочь людям понять, что референдум не о расширении ЕС, а о сотрудничестве с одним из наших соседей. Мы надеемся, что люди в ближайшее время узнают, в чем разница. Этот комикс гласит, у украинских геев и лесбиянок нет равных прав, поэтому я голосую против. Другой персонаж говорит, поэтому я голосую за, тогда мы сможем изменить это. К теме ЛГБТ голландцы относятся особенно ревностно. Чтобы показать, как дело обстоит в их стране, украинцы сняли фильм «Семья». Влад Войтушенко – один из участников проекта, в котором герои рассказывают о своей жизни от первого лица. Если голландец посмотрит и выключит звук, то он может подумать, что это голландская программа идет о голландских гомосексуалистах. Включит звук, какая-то другая речь. Что вот видеоряд показывает, как мы все похожи. Следующий аспект – экономический. Противники Ассоциации убеждают, что в случае ее реализации в Нидерланды из Украины иринится дешевая рабочая сила. Сторонники ЖК от организации под названием «Проголосуйте за Нидерланды» говорят, что соглашение выгодно для бизнеса, так как открывают рынок Украины. Политический кризис в Киеве организацию не разочаровал. Мы осознаем, что на Украине большие проблемы, и их нельзя решить за один день. Для нас важно, чтобы новое поколение украинцев, которое хочет изменить страну к лучшему, получило всю необходимую поддержку. В Европе кризис беженцев, и мы не хотим еще один кризис у наших восточных границ. В последние недели перед референдумом разъяснительная работа ведется и в университетах. Согласно последним опросам, почти половина молодых голландцев до 34 лет до сих пор не знает о предстоящем референдуме, запланированном на 6 апреля. Продолжение следует...